Приветствую Вас! Попробую разобрать Ваш вопрос и предложить Вам варианты решения Вашей проблемы. Итак, муж не понимает, как иметь эти слова после аборта. Ну, здесь мы столкнулись с тем, что мужчины, они вообще редко, когда могут понять, женщину в том смысле и в том контексте, в том плане, в каком она представляет свои проблемы. То есть, мужчина не растал, мужчина не беременен, да, и мужчина соответственно не обладает, просто вот в силу разницы своего состояния, разницы своего положения, не обладает достаточным уровнем эмпатии для того, чтобы Вас понять. Ему не знакомо, неведомо, просто в силу того, что он мужчина, связь родителей и ребенка, матери и ребенка. Это может ощутить только, сколько мать. И в этой ситуации еще важно понять немножко другое, что именно Ваш муж, он как бы, именно он послал Вас на аборт. То есть, он не просто отказался от ребенка, он понял, что это то, что он не потянет. Вы не написали здесь сроков Вашей беременности, но объективно там до какого-то срока, это можно уточнить у медиков, плод не считается человеком. То есть, Вы не завершили убийство. Это я Вам говорил не для одного, чтобы Вас как-то успокоить, а это я Вам говорю для того, чтобы Вы немножечко поняли, вот как мужчина воспринимает это. Вы забеременели, он сказал, что Вы ребенка не потянете и, собственно говоря, сказал, что Вы сделали аборт, Вы аборт сделали, а все проблем никаких нет. Для мужчины, которые мыслят достаточно, ну, прагматично, скажем так, это вполне себе нормальное, естественное, я бы так сказал, поведение. И плевать ему на то, что Вам здесь тяжело. То есть, он просто вот силу своего восприятия понять подобное просто вот не может. Ну, вот такой мужчина, такой мужчина у Вас получился, если я, может быть, лучше сказать, образовался. Далее, Вы пишите, считаете, это как витаминку съесть. Знаете, в, опять же, в, скажем так, мужской психологии есть такое понятие, как созревание плода, вот то самое, о котором я Вам говорил. И, понимаете, для него, для Вашего мужчины, это, как ни странно, как ни, может быть, неприятно, действительно имеет значение. Для него это имеет значение, что Вы никого не убили, Вы никого не, там, задели, да, Вы никому не навредили. Вы, по сути, просто совершили, так сказать, акт, который, ну, вполне естественный. Мужчина, еще раз, воспринимает это именно так. И Вам, вот, поменять его мнение об этом, ну, мягко говоря, будет довольно сложно. Поэтому, в данном контексте я хотел бы, чтобы Вы этот момент поняли. Значит, как ему донестились, то для меня это серьезно, пишите Вы. А я знаю, что Вы интересуетесь данным аспектом. То есть, иными словами, я в курсе, что Вы спрашиваете, как Вам быть и что вообще делать. Вот, и Вы ему именно словами не объясните, ну, хотя бы потому, что мужчина, вообще любой мужчина, а не только Ваш, слова воспринимают плохо. От женщины, от своей женщины, мужчина слова воспринимает еще хуже, хуже. И поэтому, ну, вот, как бы Вы ни говорили, что бы Вы ни говорили, большого эффекта это не возымеет. Мужина, он, в любом случае, всегда практически воспринимает только язык поступков. То есть, для него, вот, язык поступков куда более понятен, чем все остальное. И поэтому здесь нужны не слова, а именно поведение. То есть, это отсутствие сколько-нибудь такой, ну, адекватной, положительной реакции на него, на Вашего мужа, я имею в виду. Это, может быть, игнорирование его, прекращение общения с ним. Это, может быть, общение, желание находиться с ним рядом. То есть, вот Вы говорите, что у Вас к нему отношения и так далее. Вот, это изменение вообще стиля взаимодействия с ним. То есть, Вы, хоть это не очень хорошо, но Вы имеете в большом счету такое вот право, моральное право, если мы говорим о том, что Вам плохо, плохо. Вы имеете моральное право сказать своему, что, вот, значит, мне очень, очень плохо и я не буду вообще ничего делать. То есть, ну, для тебя, например, вот, я не буду ничего делать и все. И, по большому счету, по большому счету, это, вот, единственное, чем Вы можете дозвести, что Вам плохо. То есть, вот, что Вам тяжело. Больше, в принципе, вариантов здесь нет, потому что, еще раз повторю, для мужчины это шаг такой осознанный, для мужчины это шаг выверенный, и его, его поведение, оно прослеживается абсолютно, ну, абсолютно прозрачно. Надеюсь, что это Вы для себя постарайтесь понять. Значит, далее. Вы пишите, как ему объяснить, как ему донести, что я хотела оставить ребенка и предлагала варианты, значит, того, как задержать, но он послал меня на обои, потому что мы бы не прикормили бы этого ребенка. Вот здесь, знаете, Вы, как бы, говорите уже не совсем с нами, да, Вы говорите, как бы, через нас с ним, и это вот тоже довольно грустно, потому что не надо, не нужно даже с нами, через нас, пытаться сказать то, что Вы не сказали своему мужу. То есть, знаете, дел здесь совсем не в том, что Вы ему не донесли чего-то. Дело здесь совсем не в том, что Вы не смогли ему объяснить чего-то. Дело здесь немножко в другом, на самом деле, в том, что мужчина не хотел, он не хотел, знаете, чего он не хотел? Он не хотел подвергать себя, для опасности наступления последствий, обстоятельств, при которых он мог бы выглядеть как незастоятельный отец. Вот это точно не хотел. И я думаю, что данный аспект является ключевым. Вот прямо вообще ключевым является данный аспект. И поэтому, поэтому, исходя из того, из этого, вам опять же не нужно ничего ему доказывать. Знаете, мужчина, если он как-то вот не хочет вас, например, там, ну, слушать, как-то вас там, например, прислушиваться к вам, да, и так далее, если он этого не хочет, то заставлять его совершенно бесполезно. Это не имеет никакого эффекта, поэтому то, что Вы переживаете сейчас, это называется фрустрация. А через мужчину Вы пытаетесь, значит, как бы избежать своей ответственности. То есть, когда тут произошло, то есть, Вы говорите, что я хотел оставить этого ребенка, но он послал меня на борт, потому что мы, как Вы говорите, не можем задержать этого ребенка. Это такая вот позиция довольно-таки, ну, на мой взгляд, позиция довольно-таки безответственная, потому что ребенок ваш, и если Вы топнули ногой и сказали бы, что нет, ребенок мы отправляем с тобой, с тобой, например, или для себя, но я его оставлю, то я уверен, что ему не было бы выберено. Но Вы почему-то вот согласились, Вы почему-то согласились на то, чтобы ребенка, значит, все-таки не оставлять. И Вы пахте на борт, и Вам надо признать, что Вы это сделали, Вам надо признать, что Вы это совершили, и совершили это Вы, потому что послушали своего музыку. Здесь, на мой взгляд, как правильно Вам сказали мои коллеги, виноватых сказать, вообще-то говоря, не надо, ни к чему хорошему это не приведет. Вам надо бы на самом деле подумать, а вот почему так произошло, что Вы сделали, ну вот, скажем так, такой очень, очень-очень-очень такой, я бы сказал, важный шаг, так, важный поступок, если угодно, избирать нам силеете, почему Вы сделали его не самостоятельно, почему Вы совершили его, как бы, ну, как бы, не по своей воле, вот как бы, как бы так вот. Вот, чем связана подобная Ваша поведенческая модель, вот, то есть, рекомендую Вам подумать именно об этом, а не о том, что Вы, там, хотите доказать своему мужу и так далее. Далее, мне плохо, а ему плевать. Давайте подумаем, почему Вам плохо. Вот, конкретно Вам, почему плохо. Для того, что Вы сделали аборт. А почему Вы сделали аборт. Потому что, что? Вот, знаете, причина того этого блока, причина этого, она на самом деле кроется не в Вашем муже даже. А причина того этого блока кроется в том, что Вы сами сейчас, вот, на данный момент конфликтуете со своими желаниями. Понимаете? Просто берете и сконфликтуете со своими желаниями. Они у Вас вступили в конфликт. То есть, Вы ребенка хотели? Хотели. Почему тогда не оставили? Вопрос. Ну, теперь обменяйте Вас в муже. Ну, это неправильно, потому что все-таки не муже, а рожает ребенка. Ну, вот, не муже. Делаете это Вы, и Вы же решаете, соответственно, отставлять ребенка или нет. Поэтому, вот, знаете, позиция Ваша, она, ну, не очень хорошая, не очень правильная эта позиция. Поэтому, вот, я рекомендую Вам немножко ее пересмотреть. То, что Вам, у Вас отращение к мужу, как вот Вы говорите, это, конечно, куда более серьезно. Но, опять же, когда Вы шли на аборт, о чем Вы думаете? Когда Вы собираетесь его делать, о чем Вы думаете? Отращение к мужу Вас почему? Потому что Вы не принимаете его позицию, допустим, но Вы же ее приняли. Наблюдается противоречие. Наблюдается противоречие относительно Вашей позиции. У нас такое ощущение, что Вы, вот, именно Вы, сами, как-то, вот, не до конца определились с тем, с чего Вы вообще ходите. То есть Вы хотели такое впечатление, что Вы хотели ребенка, но хотели ребенка обязательно, вот, своим музе. А это так не работает. У музе есть свои, как бы, представления о том, как должен жить ребенок. И он эти представления реализует. И это его право. Да, это может быть эгоистично, это может быть неправильно, это может быть как-то еще, но это его право. Поэтому я думаю, что вам нужно сейчас какое-то время побыть отдельно от него. Я думаю, что вам сейчас какое-то время нужно пожить раздельно. Я думаю, что вам сейчас нужно отдохнуть друг от друга. Конечно, мужчине нужно показать, что для вас что-то произошло очень серьезно и тяжело, трудно. А вам надо подумать о том, чего это, собственно, вообще Вы хотите. То есть, чего, собственно, Вы вообще желаете. И, ну, какова, скажем так, ваша позиция, то есть как она, эта позиция появляется. Вот. Потому что, ну, вот то, что вы описали, это, знаете, такой объем противоречия просто большой у вас. Просто заскаливает, к сожалению, и это не есть хорошо. Не есть хорошо для вас. И для вашей дальнейшей жизни. Кстати, вот тоже непонятное для вас отращение к нему, а он не понимает. Знаете, он и не может понять. Потому что у вас нет отращения за то, что он все равно решил. И вам надо показать, что у вас отращение не к вам, а дело. И для этого вынесите вопрос, например, о будущем ваших отношениях. Скажите, что я не знаю, как я буду вообще, например, с тобой дальше жить после того, что произошло. Заведите разговор про развод, например. Вот это его и заставит серьезно посмотреть на вас, на вашу проблему. И вы таким образом добьетесь того, что человек будет, ну, более как-то, как-то серьезно относиться к тому, что случилось, случилось. Но хочу вас предупредить, чтобы вы не переусердствовали в этом, потому что если вы все-таки хотите брак сохранить, то это одно. Но если вы, например, брак сохранять не хотите, то это все-таки совсем другое. То есть я бы здесь, опять же, рекомендовал бы вам определиться с тем, вот, ну, чего вы хотите все-таки. То есть какая все-таки у вас позиция по этим вопросам. И небольшое резюме моего ответа будет состоять в том, что своему мужу вы не сможете объяснить ничего словам. Мужчины понимают язык действий. Это вот тот, что вам нужно для себя однозначно понять. Хотите человеку что-то объяснить, действие, действие и еще раз действие. Это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас вот дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...